Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о романе Евгения Замятина «Мы». Я уже рассказывал вам об антиутопиях самых известных в мире, Брэдбери, Орвелла, Хаксфе. Конечно, самый первый из них была антиутопия Замятина. Это один из самых сложных написанных текстов, один из самых сложных читаемых текстов, потому что терминология математики, терминология высшей математики, терминология физики в этом романе играет большое значение, и это очень усложняет его чтение. Постепенное безумие главного героя, постепенное восползание из математически просчитанного такого чёткого мировоззрения, в котором всё проверено, всё расчислено, всё разрешено, всё расчислено, всё вычислено. Постепенное восползание к безумию чувств. Это, конечно, очень интересно. Ни у Хакса, ни у Орла, ни у других антитутов такого нет. Чтобы мы видели, как главный герой, целиком и полностью погружённый в антиутопические реалии будущего, которые полностью разделяют идеологию будущего, постепенно он сходит с ума, постепенно от чувств, постепенно он становится противником этой системы, постепенно становится её врагом, постепенно его речь становится именно другой. Такой в духе литературы русского символизма. Кстати, в этом романе нет ни пролов, ни дикарей. То есть всё здесь вовлечено, все люди здесь вовлечены в реалии будущего. Нет никаких, потому что, например, у Хакса или у Орла есть класс людей довольно большой, который не включён в эту расчисленную, обобщающую, единящую общность идеологическую. Здесь все вовлечены, здесь все. Поэтому антитопия это более мрачная. Она очень короткая, она очень простая, она очень, как бы сказать, очень последовательная в своём развенчании будущего. Сам Замятин писал, что он писал вовсе не о социализме, вовсе не о реалиях социализского общества. Он писал о будущем, именно о машинном, именно механическом, именно санартизированном, где машины и рационализм возьмут верх над чувствами. Именно конфликт разума и чувств в главном этом романе. Он не такой мрачный, как в антитопии Замятин, как в антитопии Хаксли или Орла, но в нём есть противопоставление чувства разума именно. Потому что вот эти вот розовые билеты, по которым люди встречаются друг с другом, опускают шторы и передаются сексу, паталонам, что называется. В этом есть нечто от современных реалий, действительно, реалии искусственной революции. Как Замятин это предвидел, я понять не могу. Как он предвидел, что в вот этом роботизированном, механическом обществе будет разрешён промискулитет. Не знаю, откуда он мог это взять, но мы постепенно к этому движемся. Так вот, антитопия Замятина, это антитопия не антисоветская. Это антитопия именно о будущем, рационализированном, механизированном машинном. Все здесь шагают в ногу. Все здесь подчинены воле благодетеля, великого диктатора. Здесь подчинены воли этого будущего диктатора. Все антитопии носят эскатологический характер, христианский характер. Даже у одного моего преподавателя была такая диссертация под названием «Эскатологическое сознание – источник антитопической традиции». Так вот, в этом много общего действительно. Заметно, об этом не задумывается. Он написал сначала произведение в духе Лескова, в котором он был экспонтирован с языком, сосказывает традиции. Теперь он пишет только в духе Орсона, в духе Герберта Уэллса такие описания будущего. Но при этом никаких утопий. У Уэллса здесь нет, исключительно антитопия. Мрачное описание будущего. Но при этом, в мире, автор, при этом герой постепенно сначала восхваляет все это, постепенно все больше в этом разочаровывается. И это самое интересное. Любовь его к двум женщинам, одна из которых посредственность, а другая революционерка, пытающаяся свернуть в другодетели. Постепенное его проникновение симпатий к этой революционерке, его постепенная любовь, его постепенное восхождение с ума от чувств, от эмоций, от самых интересных в этом романе. Его стоит прочитать, чтобы все это узнать. До свидания.